Здарова народ, с вами Джейдан, и добро пожаловать в игру Скайрим. В этом выпуске я вам покажу все лучшие моды, которые вышли на этой неделе. Погнали! Первый мод изменяет броню Тёмного Братства на новый вариант. Как пишет сам автор моды, ему никогда не нравилась оригинальная броня, поэтому он решил сделать свою версию, вдохнуляясь реальными клинками ночи. Броня подходит как и мужским, так и женским персонажам. Средневековый Дэдпул прям получается. Помимо самой брони в дополнительных файлах, при скачивании вы сможете выбрать и цвет брони, как и оранжевый, так и красный. Остается только ждать, пока эту броню подвезут в детализированном 4К-варианте. Как это происходило обычно со всеми шикарными брониками, хотя эта броня уже и так на самом деле выглядит очень круто. Новые модели и текстуры Драконьих Когтей. Самое интересное в этом моде то, что автор написал в названии, что они принадлежат юбилейному изданию, хотя сейчас только начало ноября. Он что, из будущего отправил нам этот мод? Ну нет, просто скорее всего этот мод будет работать и на юбилейном издании тоже, который выйдет 11 ноября. Не путайте, ребят, в юбилейном издании не будет изначально таких Драконьих Когтей. Просто автор, видимо, адаптировал мод сразу на АЕ тоже. Причем забавно, что данный мод адаптирован на 3 версии игры. Это юбилейное издание, спешл эдишн и легендарное издание игры. Господи, ну сколько уже бошно-то в конце-то концов, Бермудский треугольник из Карима получается. Иногда мне кажется, что в нашем мире, а точнее Тодд Говардом, управляет Старик Шео. А может быть Тодд Говард и Старик Шео? Хм, тут есть над чем задуматься. Оружие Сильверторна. Данный мод вносит пачку из 20 новых оружий в игру. Одноручные, двуручные, топоры, кинжалы, копии, щиты. Плюс вы можете дополнительно еще установить ножны к оружию. Они почему-то не включены в основной файл и идут отдельно, что очень странно. Все виды вооружения можно выковать в любой кузнице. Главное, не забывайте прокачивать навык кузнечного дела, чтобы оружие появилось в списке ковки. Новая анимация одноручного меча в боевой стойке. Этот мод улучшает героическую стойку и хват одноручного меча, когда вы вынимаете оружие из ножен. Ничего дополнительного устанавливать не нужно. Это замена. Стандартная анимация работает как и при беге, так и при ходьбе персонажа. Но авторы рекомендуют дополнительно устанавливать моды, такие как 360, повороты и другие геймплейные моды, которые у нас, кстати, были на канале. Если вы еще не смотрели, то первая ссылочка на плейлист будет с модами в описании. Чекай. Помните в Скайример артефакт под названием Разрушители Заклинаний? Когда вы его только находите в игре, то может показаться, что разработчики случайно добавили рукоятку с другой стороны. Но нет, ребят, поверьте мне, там все правильно сделано. Дело в другом. С этим модом Разрушители Заклинаний будет отображать механику отражения заклинаний как следует. Показывать визуальный эффект и звук отражения магии. Этот мод это скорее небольшая корректировка того, что должно было быть изначально. В общем, отгорение задницы ТПВО персонажа оно точно должно спасать. Следующий небольшой, но очень редкий мод под названием Легкий Ветер. Который позволит всем вашим анимационным прическам, бородам и плащам развиваться по ветру. Мод новенький, поэтому иногда могут возникнуть какие-то непонятности, но в целом довольно-таки интересно. Буду ждать улучшения этого мода и держать вас в курсе. Ну а для своего начала мод, так скажем, неплохо довольно-таки работает. Звуки жестокого боя. Этот мод изменяет звуки ударов разными типами оружия по противнику. Взмахи мечом, топором, булавок, вырученным оружием, молотом будут отличаться друг от друга. Из требований к моду ничего не нужно, лишь один файл, просто кидаем в дату игры, либо через менеджер модов. Все довольно просто. Следующий новый мод называется Витриум. Он добавляет новые возможности анимации. Например, вы сможете поточить точильным камнем свое оружие, тем самым усилив его урон. А этот камень вы сможете изготовить в кузнице. Таким же путем есть улучшения для щита и лечения. Ко всем этим способностям добавлена еще и неплохая анимация. Мод работает на знаменитом даре, на котором обычно у нас все делают анимации. Все это работает от третьего лица. И автор рекомендует устанавливать через менеджеры модов, чтобы избежать различных ошибок. Я думаю, что у таких новых модов всегда должно быть какое-то будущее, некий стимул. Тем более их уже скачивает так много людей. Я бы вам еще показал кучу остальных модов, которые вышли на этой неделе. Но поверьте мне, лучше их не смотреть. Там начинается от всяких ложек, писек, сисек, там и труселямп. Вам это надо? Nope. Ну вот. В общем, ссылочки на эти новые моды будут в описании под роликом. Не забудь влепить мне свой мощный лайк, подписаться на канал, если ты еще не подписан, и мою группу ВКонтакте. Ну а с тобой был Джейден. Еще услышимся в новых роликах.